Всем привет! Сегодня я готовлю курицу, запечённую по филиппинскому рецепту, как мы покупали курицу-гриль на Филиппинах. Сегодня я буду пробовать готовить её в Беларуси, и я очень счастлива, что я привезла с собой лимонграсс. Я буду готовить лимонграсс, перец, морковку, буду добавлять в курицу. И ещё лук и чеснок я тоже уже подготовила, и я буду учить маму, как готовить курицу запечённую. Это соевый соус. Я тебе расскажу, как готовить на Филиппинах. Вообще, я помню, обычно курица-гриль, она на открытом огне жарится. Но у нас будет с начинкой. А что за начинкой? Ну, я же говорила, лук, чеснок, томат, не будет, перец, морковка или манграсс. Это чеснок, лук добавляю. Вот. Вот. Лимон и лимонграсс. Мне очень нравится, как лимонграсс очень вкусно придаёт аромат. Лимон. Лимон тоже. Перец, болгарский и морковка. Вот. После всего, после овощей, я лимон, лимонную цедру добавляю. Я думаю, пока готовила курицу, показывала маме, что я добавляла, какие ингредиенты. Я также поставила рис, потому что я очень уже люблю рис есть. И думаю, чем мама занимается. Чем ты занимаешься? Я косточку с того фрукта, что пробовала, я хочу её рассмотреть. Смотрю, какая она. Вон, ребрыстая какая-то. И там вот это, за что она держалась? Косточки папайи. Косточки папайи уже под микроскопом Беларуси. Всё понятно, за что она держалась. Да. И там, по-моему, есть калашок. Корнику пустили. Вот, смотри. Посмотри, сколько их много. У тебя хорошее качество на телефоне. Как ёжики. Как ёжики. О! Папайи кусочек. Первый раз увидела, о чём мама занимается. Это вообще. С ума сойти. Взяла на телефоне камеру и рассматривает косточки папайи под микроскоп. Это на самом деле они как ёжики. Их кто-нибудь видел на самом деле? Ну, вообще, ты знаешь, я думаю, никому не интересно эти косточки папайи, как они выглядят. И... А по вкусу? Кругому кто-нибудь? Этих фруктов на Филиппины папайи очень много, поэтому никто... Нет, я имею ввиду косточки, потому что никому ничего не рассматривает, как она пущена. Я не знаю, я не спрашивала. Не спрашивала. Вау, какая она очень красивая, сочная. Можно уже пробовать. Пробовать. И у меня, когда нюхаю, я так... Как тебе аромат? Ой, очень вкусно! Какая красивая. А запах! Ой! Бульончик! Мама очень любит такой суп, который остается с курицей. Но она очень аппетитна. Я очень слышу запах лемонграсс. Ой, так вкусно пахнет! Интересно, как она выглядит на вкус. Но запах, аромат... Это божественно! Она с далека. Я еще на кухню не сошла. Она в комнате была слышна. С корочкой. Да. Можно попробовать, кстати. Можно? Да. Хрустящая! Хрустящая, да? Я держу. Летён! Chicken, летён! Ха-ха-ха! Можно я покушаю? Да, можно. Ммм! Она очень сочная получилась. Какая вкуснота! Можно тогда ставить на стол? Мы так поставим. Куда мы пошли? Давай! Ага! Ммм! Ммм! Наслаждаемся филиппинской едой. Мало вообще. В шоке! Хайфуя! В шоке! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Вкусно тебе? Угу! Ха-ха-ха! По-филиппински это называется лейсун манок. Это когда целая запечённая корочка. Ты видела видео, когда мы снимали свинина, которая на огне крутилась. Угу! Так вот, на Филиппинах очень часто такое готовят, когда день рождения, тебя готовят свинину запечённую с овощами. Угу! 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 Она прям хрустит и хрустит. Проправляем, было вкусно. В Беларуси нельзя то дать лейтон. Сивинина. Только лейтон манок. А лейтон бабой нет. Ну, уже сильно много супа покушала. Так уже переборщила кисло. Курица с курицей, рыс, то с курицей этот суп очень вкусный. Да. Курица с курицей получилась очень вкусной. Мягкая. Первый раз, третий. Приготовлена по-филиппински с сольвым соусом. С лимонгразом. Очень вкусно. Я приготовила суп Синеган. Впервые мама будет пробовать суп Синеган. С таким красивым видом. Приготовлен рис. Здесь тоже рис. И супчик. Суп Синеган я тебе даю. Попробую с рисом. А как его есть? Просто можешь сначала, ну вот так, ешь. Пробуй. Он будет кисленький. Угу. О-ой. О-ой. По вкусу лимон, лимон, лавровый лист, перец, вкус кисленький такой, вкусненький. А можно еще? Конечно, бери и ешь. Это много он, я приготовила. Ну, на что-то похоже? В Беларуси нет такого же. Нет, такого нету. Но он напоминает, как огурцы закатывая, закатывая огурцов и росок. Огурочное, что-то с огурцом связано. Ощущение, суп сениган. С лисом? Да, с лисом. Обычно, если есть, например, мясо, у нас есть курица. Ты можешь брать вместе с курицей, и супчик это как дополнительно идет. А просто так ее как бы с рисом не едят обычно. С курочкой, мясо, и этого супчика едят. Я с собой из Филиппин взяла этот сисонин, приправу. И я приготовила сениган здесь, на Филиппинах. У нас получилось как инозал. Инозал, ты знаешь, на Филиппинах это кафе, считается. Там подается рис безлимитный, курица, коломанти, который ты уже попробовала. Ты уже знаешь, что это такое. Это коломанти и этот суп сениган в маленькой тарелочке. Вот я знаю, что Роберт вообще этот суп брал две порции на меня и на себя. И он всегда забирал еще мои порции. Я говорю, на, вмешай, твой любимый. Ну, суп вкусный. Да, я хочу очень сейчас попробовать этот супчик. И с мясом будем кушать. Я уже себе рис сделала по-филиппински. Это не каша, как мама, например, обычно готовит. Хочет воду перемешать вместе с рисом. И в итоге получилось бы каша. У меня рис по-другому. Когда ты его берешь, он не липкий. Очень вкусно. Да, вкусно. А что ты поливаешь сухом? Рис? Рис. Ляшка, чуку-корку. И мясо. Хорошо. Очень вкусно. Сениган очень вкусный суп.